Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Буквально вчера вы вернулись из Турции, где сборная сыграла первый матч в этом году. Сборная это удивила вас чем-то? Ну, сейчас тяжело удивить, потому что сейчас идет подготовительный период. Все ребята уставшие, как и наши ребята из национальной сборной, так и игроки сборной Беларуси, потому что была двухмесячная подготовка к чемпионату. Единственное, что я видел искру в глазах наших футболистов, и они с первой до последней минуты, и те ребята, кто вышел на замену, отдались полностью игре. По вашему мнению, Илон Карас идеальная кандидатура для того, чтобы наша сборная достойно проявила себя в следующем отборочном цикле? Идеальная, я не знаю. По-моему, идеально ничего не бывает. Ну, на данный момент я считаю, что и та ситуация, которая была в молдавском футболе, что Иван Карас тот тренер, который сегодня нужен нашей сборной. В последнее время ходят слухи, что сборная сыграет осенью в Тирасполе. Правда ли это? И разъясните нам немножко ситуацию. Еще ничего не решено. Федерация футбола Молдовы, и мы ведем переговоры с работниками со стадиона «Зимбру», с фирмой «Авалам», которая сейчас под контрактом стадион. И делаем все возможное, и хочу уверить наших болельщиков, и сделаем все возможное, чтобы наша сборная играла здесь, в Кишиневе. Да, появились на некоторых сайтах, что сборная будет играть в Тирасполе. Это еще ничего не решено. Только если нам не будут выставлены какие-то кабальные условия проведения этого матча. А конкретно с этой компанией «Авалам» у федерации были уже какие-то переговоры? Юрист нашей федерации и экономический директор встречались с руководителями этой фирмы «Авалам», уже велись переговоры и ведутся переговоры. И я надеюсь, что закончится хорошо для наших болельщиков, чтобы матчи проводились в Кишиневе. Это правда, что они предоставляют вам аренду бесплатно, а себе хотят взять выручку с билетов? Там был и такой момент. Поэтому здесь не может идти речи, чтобы мы предоставили вот эти условия, чтобы проводили матчи. Потому что мы не знаем, может там будут очень дорогие билеты. Мы такое себе никогда не позволяем, потому что мы знаем ситуацию в стране. Мы знаем, что болельщики у нас в стране любят футбол. И мы никогда не повысим до такой степени стоимость одного билета, что простой человек не мог попасть на футбол. И это мы не можем позволить. Хотя были матчи такие, как и Голландия, которые были большой спрос, когда можно было завысить стоимость одного билета и сделать выручку. Мы на это никогда. Мы делали всегда приемлемые цены для молдавского народа. И так же будем и впредь, хотя и на Англию, и на Украину, и на Польшу можно заработать очень много. Но мы никогда не ставили во главу угла материально стимулированное, чтобы федерация выиграла за счет билетов. Мы делали все возможное, чтобы мы хотя бы выходили на ноль. Все с нашими затратами, плата за аренду стадиона и так далее. В последнее время сборная Молдовы падает каждый месяц в рейтинге FIFA. И специалисты, и болельщики считают, что это все из-за договорных матчей. Как вы считаете, есть договорные матчи в молдавском футболе? Ну, видите, у нас уже был и первый случай. У нас был комитет по этике, где семь игроков дали показания, если так можно сказать, что их заставляли участвовать в договорных матчах. Конечно, федерация футбола работает в этом направлении. Мы как специалисты можем сказать, что да, это был договорной матч. И как я, который играл, и другой, он может сказать, но я не могу доказать, потому что на меня могут суд подать, потому что я должен предоставить факты. А когда смотришь матч, конечно же, я вижу, когда отдаются игроки. Но тот факт, что у нас такие разговоры идут и среди болельщиков, и среди спортивного мира, и футболистов. И тот факт, доказательство, что все четыре команды с первого тура, у нас 12 лет не было такого, с первого тура вылетели из европейских кубков. Это раз. Плюс игра сборной и так далее. Ни одного почти игрока из национального чемпионата не играли за сборную. В прошлом отборочном цикле. Это говорит о многом. Комитет по этике принял такое решение по нашим спортивным принципам. Были сигналы. И были сигналы давно. И это решение не принималось за один, за два дня. Много взвешивались и за, и против. Но если семь человек говорят об этом, не один, два, все равно федерация должна принимать меры. Мы не должны закрывать глаза или уши, не слышать, что такого нет. Это может быть как предупреждение для других. Конечно же, есть большие сигналы УЕФА. В октябре приезжали три члена УЕФА к нам. У нас был разговор у премьер-министра, где затрагивались вопросы, где есть сигналы, что в молдавском футболе есть вот такие явления. И пока не поздно, чтобы мы не дошли до уровня Греции, Турции, где команды снимались, переводили в другие лиги, штрафовались, аресты. Что у нас еще можно на этом начальном стадии заглушить это все. Поэтому в это направление ведется вот такая работа. Российская ассоциация футбола пришла в Госдуму с таким предложением, чтобы наказать за договорные матчи. У нас будут привлекаться правовые органы? Ну, мы должны подготовить это все на парламенте, потому что это наш кодекс нужно ввести, в молдавский кодекс нужно ввести вот это, потому что многие козыряют этими президентами клуба, что у нас нет меры наказания за договорные матчи. Это, конечно же, слабенько в нашем законе, потому что если это будет продолжаться, тогда нам не стоит заниматься подготовкой тренеров, тренировать детей, готовить футболистов, потому что зачем можно готовить, когда до матча мы знаем, или они знают результат, договариваются и так далее. А какие-то санкции по отношению клуба с Фонтул Георгией, а не только руководство клуба, будут предприняты? Пока только вот такой вердикт будет. В дальнейшем, если будут такие сигналы, или будут опять-таки разбирательства, мы будем думать. Для нас это как в диковину, потому что это первый такой случай. Игроки с Фонтул Георгией говорили конкретно о матчах с Гагаузией, с Дачей, с Зимру. Вот эти три клуба, они как-то будут наказаны? Ну, вы знаете, на эту тему мне тяжело говорить. Я не юрист, понимаете, потому что здесь... Я допускаю, что, может, эти клубы, с кем играл в Фонтул Георгией, они знали. Я допускаю так. Те вышли, сыграли, выиграли. Какие претензии они можно предверить? Если там ставились на тотализаторы, на счет, тогда можно привлечь, узнать, что... Но опять же, мы не можем это доказать. Мы можем говорить только об этом. Для этого есть и органы, которые должны заниматься этими... Ну, вот этими случаями, которые случились. Господин Реница утверждает, что вот эти меры предпринятые, это не что иное, как лично ваша месть ему за критику, его критику в ваш адрес. Я никогда в жизни не мстил. Есть Бог, который видит и наказывает за то, что говорят против меня или я что-то делаю. Ни о какой мести мы знали, что господин Реница это скажет. О нем я сейчас не хочу говорить, но если вы затронули... Это были сигналы еще с мая. Я почему говорю что-то? Не просто так комитет по этике вынес это решение. И не просто им выдалось это решение. Это взвешивалось со всех сторон. И мы знали, что господин Реница использует этот... И поэтому он и когда увидел, что уже дело доходит до вот этого вот, чтобы было принято решение, конечно, выдвинул свою кандидатуру. Он опытный в этих баталиях и политических, что якобы Чабану снимает контракандидата с дистанции и так далее. Это мы слышали. Пожалуйста, пусть выставляет свою кандидатуру. Не только он. Это вопросом сейчас об этом не говорит. И он знал, на что бить, чтобы себя как алиби подготовить. Подготовить себе. Но я хочу сказать, что это с мая. Он выставил кандидатуру, по-моему, в декабре месяце, когда была гала Лаварясь. Почему я запомнил. А это с мая еще было. И у нас за год с чем-то еще никто не выставлял. Это просто манипулирует общественное мнение, что вот Чабану мне делает плохо, потому что я выставил свои кандидатуры. И вот это самое. Но, опять же, это ничего не придумал. Ничего не придумал, а есть семь живых людей, которые вы можете с ними разговаривать и спросить. Не я писал на него вот это вот, что он заставлял игроков играть на результаты или как там сказали. Это совсем другие люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok